Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и как видите, я уже представила себе приставку Селена-Вселенная, так как называют меня мой любимый. Думаю, что Селена-Вселенная просто будет, наверное, легче мне найти в Ютубе, потому что Вселена часто обзывают и СЕ-ЛЕНА, хотя у меня через букву И пишется, и Свэй не через Е-А-Е пишут, и, в общем, могут по-разному называть, не зная значений, в общем. Поэтому я написала Селена-Вселенная, и теперь можно будет по тегам так набрать намного быстрее. Ну и мне приятно, что некий маленький вклад мой любимый муж внес в мой канал. Так что ему приятно, а мне еще приятнее. Итак, на чем мы становились? Помните, что в понедельник я собиралась с вами пройти вот эту книгу? Книга называется «Будь счастлив, или, по крайней мере, меньше грусти». Креативный блокнот. Автор Ли Крадчли. Я на самом деле не скажу, что я несчастный человек, я даже скажу, что я скорее счастливый человек, нежели несчастный. Но я знаю, что совершенству нет пределу, и я могу быть еще счастливее, я могу быть безгранично счастлива, и к этому я, собственно, и иду. Поэтому всегда на пути мне интересны вот такие книги. Я вообще психолог по образованию, правда, я не закончила психологию, но психология у меня в душе, и я уже поняла, что психологи, они в душе, и этому не научишься. Это либо дано, либо нет. Вот так и я. Просто от Бога дар у меня. Психология. Так что, если что, обращайтесь. Помогу, чем могу. Я люблю вообще такие книжки, потому что я всегда люблю узнавать о себе много нового, потому что остановился в развитии тот человек, который перестал следить за собственным развитием и думает, что он все знает. Да, я знаю много, я не спорю, но совершенству нет предела, не устану повторять. Итак, я купила вот такую книгу. Здесь есть задание, я всегда люблю заглянуть в душу себя, вглубь. Но в чем прикол, что вы тоже, вы можете как узнать обо мне, но делать это вместе со мной, вы точно так же можете на листики себе брать и что-то, что-то замечать, и тоже заглянуть в свою душу. Может быть, я вам открою даже с помощью этой книги что-то внутри себя. Как я поняла из предисловия, что эта книга, она не учит прямо быть счастливой, но что мы с ней станем счастливее, это точно. Вот как-то так там говорят. В общем, в конце книги мы посмотрим. Конечно, не всю сейчас я ее пройду, мы пройдем с вами так, чтобы видео было не больше 10 минут, потому что я буду параллельно еще разговаривать, болтать и говорить, что и как. После предисловия и всех, в общем, напутственных слов от автора мы открываем вот такую вот страничку, и первое, что нас здесь просят сделать, это ответить на вопросы. Как вы себя чувствуете? Нам нужно поставить от грустного смайлика к веселому. Я скажу, что у меня вообще вся жизнь, она примерно проходит на девяточки, если вот такие вопросы задавать, потому что десятка это как раз-таки совершенствование от предела. Но в жизни моей есть чем сравнить, и были у меня и пятерки, и были у меня пятерки, да, пятерки, не меньше, я думаю. Наверное, меньше это совсем какое-то дно уже было бы, из которого было бы сложно выползать. Ну вот пятерочки, наверное, были у меня. А так у меня вот 8-9 всегда колеблется. Сейчас у меня на девятке, и это пик, можно сказать, того, что можно испытывать, и что я испытывала, потому что на десятке это я, наверное, уже ставлю безграничное какое-то счастье, раствориться в радуге. Ой, сынуля. В общем, поэтому я ставлю где-то вот здесь вот, на девяточке. И ставлю 9. И, кстати, вот покупала в фикс-прайсе карандашик, а вот это сама наклеила. Класс, да? Это я показывала в DIY где-то. Какие три вещи вам нравятся? Ну, наверное, можно сказать, любые три вещи, да? Любые-то вещи. Мне нравится. Быть мамой. Я пишу. Быть мамой. Мне нравится. Мне нравится. Мне нравится. Мне нравится. Заниматься каналом YouTube. Снимать для вас видео. YouTube. И мне нравится. Мне нравится. Мне нравится. Хайлайтеры. Ну, пусть будет такое легкое, а то что-то у меня такое все углубленное. Я люблю хайлайтеры. Блин, еще я люблю розовый цвет. На самом деле, я очень много вещей люблю. Три, это я не знаю даже. Первое, что в голову взбрело. Так и говорю. Какого цвета ваше настроение? Так, я люблю розовый цвет, и, наверное, это говорит о моем настроении. У меня розовое настроение. Розовый, мне кажется, это такой цвет детства, цвет нежности, какой-то непосредственности. И я думаю, он меня очень хорошо характеризует. Мое настроение цвета розового. На что похожа погода? Сейчас, сейчас погода похожа на какой-то холодный замок. Во! Холодный замок. Старый. Потому что как-то серо все на улице. При этом сейчас не очень, по-моему, там слякотно. Но, честно говоря, я уже 4 дня не выходила из дома. Мне сложно ответить на этот вопрос. Но я напишу. Серый замок. Серый старый замок. Вы также можете отвечать на эти вопросы на листике у себя. Дальше. Вот такая вот у нас штука координат. Да? Штука координат. И здесь написано. Вверху счастлив. Крестик, значит, такой. Вверху счастлив. Внизу грустный. Здесь усталый. Справа энергичный. И нам нужно поставить смайлик, где мы находимся. Я скорее скажу, что сейчас, в данный момент, и это уже длится последний год, наверное, даже больше. Я скажу, я нахожусь вот здесь. Счастлив и энергичен. И смайлик у меня будет вот с таким вот лицом, улыбающимся. Просто вот так вот. И глаза вот такие горящие. Это я. Все удивляются просто, что когда я была беременна, я же уже снимала для вас видео почти тоже каждый день. И я шла в торговый центр, беременная. Представляете, когда там уже 8 месяц у меня. И у меня подруги просто приходили со мной домой. Говорили, боже, ну как ты так можешь? У меня ноги болят. А я бы еще ходила бы. Вот только вот, правда, ресурсы не безграничные у человека. Поэтому я, конечно, шапоголик такой. Мне вот если в голову что-то вбрело, все, я могу идти, идти, идти. Бесконечно. Безуне мой. Что ты там? Кулаки вкусные у тебя, да? Ой, какие вкусные кулачки. Да. Дальше у нас большой квадрат. Куда вы держите курс? Надо написать, куда я держу курс. Ой, мамочки. Ну давайте, вкратце я вам скажу, а потом напишу. Я держу курс на то, чтобы у меня было много-много-много-много подписчиков. Это я сейчас говорю как бы мелкие, да? Потом скажу конечную цель. Чтобы у меня было много-много-много подписчиков. Я держу курс к тому, чтобы жить в супер-мега комфортных условиях. Я держу курс на то, чтобы вырастить из своего сына вообще просто нереального мужчину, каких просто нету. Такого мужчину, который вот со мной рядом. Мой муж. Любимый. Хочу такого же сына вырастить. Мы вместе его будем растить. И я думаю, у нас все получится. Куда я держу курс? Я держу курс теперь масштабно. К финансовой независимости и безграничному счастью. Вот так. Ну, запишу. Дальше. Два квадрата. В одном квадрате какие очертания имеет ваша жизнь? Мне нужно нарисовать. Я рисую. Это очень просто. Всегда, когда мне говорят рисовать какие-то картинки, моя картинка просто произвольная. Она всегда начинается с этого. Поэтому моя жизнь имеет именно эти очертания. Да, это сердечко. И еще бы я его закрасила. Я всегда закрашиваю яркими красками. Розовыми или красными. И обычно оно у меня с голубыми крыльями, с глазками, улыбающиеся. Можно еще корону на него надеть. В общем, вот такие очертания в моей жизни. Сейчас не буду долго разрисовывать все. Но сама суть я вам ясна. Любовь мной движет. Что для вас важнее всего? Давайте скажу первое, что приходит мне в голову. Для меня важнее всего, чтобы люди вокруг меня чувствовали себя хорошо. Мои родные, мои друзья, близкие мне люди. Хочу, чтобы все было у всех хорошо. Но и также люди, которые просто встречаются на пути. Я очень-очень неравнодушна к людям, у которых что-то происходит. Мне все время хочется помочь. И даже бывает, что я вижу, что, ну, как бы уже, может быть, помочь и не поможешь. Но я все равно делаю попытку. Потому что для меня важно, для меня важно, чтобы люди улыбались, чтобы им было хорошо. Я не могу грустить. Я забываю полностью о себе, когда я вижу, что у кого-то плохо. Это, кстати, работает. Это работает. И попробуйте, если кто-то еще не пробовал, попробуйте, вот когда вам плохо, просто послушать чужие проблемы. Позвоните своей подруге, да, там, по знакомому кому-то. И просто поспрашивайте, как они себя чувствуют, что у них сейчас происходит на душе. И если вы достаточно открыты друг к другу, то человек всегда расскажет о том, что, ну, что у него на душе. Либо он счастлив, он поделится с вами, да, либо он грустит. И, в общем, это работает, когда люди говорят о своих проблемах, вы о своих забываете. Но не со всеми, наверное, не со всеми. Может быть, кто-то любит больше рассказывать о своей проблеме. В общем, я такой человек, скажу вам, принимающий. Я не очень люблю рассказывать о своих проблемах. Я, скорее, люблю делиться своим счастьем. А о проблемах что о них говорить? Кому они интересны? У каждого свои проблемы, и я такая, чтобы послушать чужие и о своих забыть. Так что, если вы не пробовали этот метод, попробуйте. Дальше. Два квадратика. Насколько наполнено ваше сознание? А, наверное, мне вот этот квадратик нужно просто наполнить, да? Насколько наполнено ваше сознание? Ой. Ну, я не буду, конечно, говорить там... Я высокомерная, зараза. Нет, не высокомерная. Самовлюбленная. Самовлюбленная. Я. Ну, я не хочу говорить наполовину, потому что мне кажется, что мой мозг, насколько... Моё сознание наполнено больше, чем наполовину. Больше, чем наполовину. Я понимаю, что много пробьело всё в моём мозгу, но я сделаю где-то вот так. Мне кажется, это будет справедливо. Больше половины... Сын, ты согласен со мной? Да, он согласен. Больше половины наполнено моё сознание. Насколько наполнена ваша душа? Блин. Но этот вопрос не ко мне. Сознание, душа... Для меня просто эти вещи немножко одинаковые. Я их не могу разделять сознание и душа. Ну вот, всё, что вот там внутри, всё как-то одинаково. Но если разделить голова, как просто мысли какие-то, да, вот, загруженность, вот мысли вот эти, да, и насколько наполнена ваша душа, то... Ну, а душа где-то вот здесь, что-то такое высокое, да, ну, примерно одинаково. В общем, я заполнена почти доверху, почти... Макси Бет, я заполнила, заполнила, заполнена. Так, время... Блин, времени столько. Когда вы были счастливы в последний раз? Давайте на последний вопрос я отвечу. Когда вы были счастливы в последний раз? В последний раз я сейчас счастлива, потому что я держу в руках эту книгу. Потому что я делюсь с вами. И вполне возможно, что кому-то так же, как и мне, это интересно. И кто-то вместе со мной сейчас заполняет, вот, и отвечает на эти вопросы. И ему просто классно в данный момент, и он забыл о своих проблемах. И я счастлива, потому что у меня новый декор сзади. Я счастлива, потому что эти подушки идеально сюда подходят. Это покрывало сюда идеально подходит. Эти лампочки совершенно просто горят. Здесь моя малявочка, которая не мешает мне снимать. И просто вот ползает, тихонечко изучает этот мир. Мне нравится, как я накрашена сегодня. Мне нравится, как я... Мне нравится мое сердце вот здесь. Мне кажется, все идеально подобрано. Я счастлива. И я счастлива, что вы со мной смотрите это видео. Мне кажется, у кого-то сейчас может подняться настроение. И ведь это счастье. В общем, хорошие мои. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Вам понравилась эта книжечка. Смотрите, какая она толстая. Впереди много интересного. Вы представляете, вы узнаете обо мне побольше. Вы узнаете о себе побольше. Каждый понедельник, я думаю, снимать это видео. И мне интересно ваши отзывы. Скажите, что вы думаете об этом видео. Как вам вопросики. Ответили ли вы на такие вопросики. Можете даже написать, если вы не стесняетесь. На какие вопросы, как вы ответили. Ну, если это было, может быть, как-то необычно. Ну, в общем, если вы хотите поделиться с чем-то своим впечатлением, пожалуйста, пишите в комментарии. Поддержите это видео лайками, чтобы я понимала, что вам это видео нравится. И что в следующий понедельник вы будете ждать новые вопросы. Мы пойдем дальше. Я без вас делать ничего не буду. И подписывайтесь, кто первый раз. Впереди много интересного. И что еще? Что еще? Сына, что еще сказать? Скажи что-нибудь зрителям. Скажи. Ты улыбайся. Ты такая дайка. Видели бы они твою улыбку, они бы все растаяли. Все, мои хорошие. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok